всем привет мои хорошие рады что вы заглянули на мой канал и у нас с вами очередной влог несмотря на дождливую погоду я взяла в руки зонтик и пошла забирать свои посылки из пунктов выдачи это не только тренд ел но и также тему вот эту посылку я заказала для жены брата и сегодня вечером и пойдем к ним и заодно отдадим эту посылочку но больше всего девочки я ждала not косметикс потому что там были ужасные скидки я просто за копейки заказала это все вот эту распаковку кстати я сняла в коротком ролике уже загрузила в шосс но почему-то там очень мало просмотров девочки вы просто гляньте сколько здесь продуктов получается за цену двух или двух с половиной я купила это все так как not косметикс это турецкий бренд естественно тренд ел цены бюджетные еще плюс были скидки еще использовала промокоды в общем все 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 что возможно и купила за копейки и кстати сейчас тоже скидки но на этом канале очень маленькая доля людей меня смотрят именно из азербайджана поэтому не знаю насколько это будет актуально но все-таки ссылочку и оставлю вот честно я осталась безумно довольна особенно мне понравились румяшки и как хорошо что на них были отзывы потому что очень часто на подобных маркетплейсах неправильно указывают оттенки точнее not выставляет фотографию оттенка в реальности оттенок немножко отличаются он как правило светлее поэтому при выборе цвета я чисто опиралась только на отзывы спасибо этим людям которые постоянно пишут отзывы и ставят фотографии моя любимая тоналка от них закончилась поэтому я купила себе вот эту от манхэттен по моему в одном из предыдущих влогов я вам ее показывала купила за скидку и оттенок просто замечательные то есть он очень светлый и мне удобно его смешивать с другими оттенками мне как раз нужно было сделать макияж я решила как раз затестить все что я купила как раз снять контент и сделать себе мэй к сожалению тональный от нот был только в одном оттенке точнее этот биби крем мне был достаточно темный я его смешала с манхэттеном и все равно мне казалось темный то есть нужно смешивать не в тех пропорциях вообще по идее мне нужно купить осветляющие капли если вы знаете где их можно приобрести какой марки упаку обязательно пишите в комментариях да и мне кстати в комментариях пишет что ты обещала себе нам и всем подряд что ты больше не будешь покупать декоративную косметику до нового года и да девочки у меня не получилось и меня реально подстрекают скидки когда я вижу товар намного дешевле чем есть его реальная стоимость я просто не могу не купить и в этом плане меня никто абсолютно не понимает кроме моего парня он наоборот готов все это оплачивать он абсолютно серьезно считает что если это делает меня счастливой почему бы не скупать про это я вам уже говорила в предыдущем влоге я уже запуталась я девочки не буду счастлива если у меня будет один хайлайтер одна пудра и две помады и кстати последнее время весь свой контент точнее все мои влоги я снимаю на свой телефон и поэтому мне кажется что пора его меня на самом деле мне очень жалко денег и я хочу на 1 терабайт он стоит очень очень дорого поэтому я думаю может быть сэкономить и взять себе вот этот розовый просто 16 плюс единственное я не уверена что он будет справляться за своей задачей так же как про макс напишите пожалуйста в комментариях у кого 16 плюс интересно ваши впечатления хотя мне кажется сейчас редко у кого не потому что ни у кого нет денег у нас в магазинах их сложно найти и цена пока что достаточно высокая у нас она понижается где-то феврале и всегда я покупаю себе iphone новые феврале но девочки такой момент так как я блогер и все-таки я снимаю контент и зарабатываю на этом принципе я могу себе позволить новый iphone но вот честно положа руку на сердце я могу сказать что я себе работал в какой-то другой отрасли я бы не стала тратить так много денег постоянно на iphone и люди по спокойно можно четыре года ходить с одной моделью iphone и не запариваться мне сейчас 14 pro max пользуюсь я им полтора года снимает конечно неплохо ой но я считаю что я просто обязана улучшать свой контент тем более я видела как снимает 16 и поверьте мне разница хоть внешне это один и тот же телефон но снимает он намного лучше еще плюс это телефон у меня на 256 и этого мне маловато мне приходится постоянно что-то удалять пример мои влоги которые я собираюсь перевести мне нужно быстрее их перевести и выложить чтобы освободить свой телефон для нового материала ну короче много тонкости я постоянно себя то уговаривает то отговариваю вообще на качество своего контента мне никогда не жалко тратить деньги влоговую камеру самую лучшую canon j7 x mark 3e купила другая камера которую я продала короче кто давно подписан на меня тот наверняка в курсе кстати я совершенно отошла от темы здесь я говорю про румяшки насколько они мне понравились в любом большом моле есть естественно магазин not cosmetics и вот эти румяшки я купила ровно в три раза дешевле чем в моле просто одно осознание что я купила выгодно даже возможно товар который мне абсолютно не нужен делает меня супер счастливой и вот одни из румяшек не вот эти вот а другие вот с розовинкой я использую каждый день последних мукбангах очень много комплиментов я получала по поводу этих румяшек пигментация текстура нанесение в общем все на высшем уровне единственное здесь я немного переборщила и я вот стала такой красный только единственно учитывайте один момент что фотография оттенка который предоставляет нот может не соответствовать действительности поэтому обязательно заглядывайте в комментарии сегодня я встала достаточно поздно в 12 и последнее время один момент меня очень сильно расстраивает я не вижу обычный дневной свет точнее я его вижу но вижу очень мало и поэтому я сильно по нему скучаю дни с каждым днем становятся короче я просто ничего не успеваю сейчас я снимал для вас контент но уже было темно и кстати вот эта вот помада про которую я вам говорил и просто посмотрите на фотографию на сайте не знаю возможно я придираюсь или я дальтоник но цвет прям сильно отличается даже потом я вот по комментариям увидела вот этот оттенок я поняла что мне подойдет и заказала его слава богу заказов реально у них очень очень много и добрые люди оставляют очень много отзывов фотографий и всего остального на мой взгляд мне все идет погнали ставить все по местам тоже слава богу А вот эти несколько продуктов я просто отправлю на запас. Две подводки дочерней компании Nod, по-моему, называется Катали, но я могу ошибаться. Подводка самой Nod Cosmetics и тональная основа, точнее BB-крем. Я тут вовсю пыталась снять ASMR-видео, и я понимаю, что на улице какой-то шум. Слишком много сигналят, а оказывается, у нас во дворе свадьба. Классный кортеж, приехал за невестой, будьте счастливы. Буквально туда-сюда и уже вечер, нужно идти к брату, я, пожалуй, надену вот эти свои джинсы. И просто самую нелюбимую футболку моей мамы, я не знаю, почему она ее ненавидит, она вообще не любит, когда я ношу футболки оверсайз, но мне очень нравится, в них удобно, и в то же самое время я считаю, что это стильно. А мама говорит, что я просто похожа на бомжиху. Так, небольшой спойлер, жена брата заказала очень много всего для моего братика, и ему ничего не понравилось. Видите, как бы люди разные, кому-то нравится заказывать что-то, а кто-то любит ходить в магазины и покупать вещи непосредственно. Мне, например, очень легко угодить, и плюс еще у меня параметры стандарта. Как бы это высокомерно ни звучало, но прям шьют под мое строение тела. Поэтому я просто не заморачиваюсь, беру S-размер, и на мне все сидит нормально, и я, в принципе-то, довольна. Не трачу целый день, а то и два, просто ходить по моллу, искать себе одежду. Мне гораздо проще просто лежать на диване и выбирать себе, кидать в корзину. Я так делаю каждый вечер. Например, я не могу уснуть, я просто залазю в какой-то маркетплейс, это может быть тема, это может быть тренд-йол, и просто накидываю в корзину, и мне сразу хочется спать. Срывано тут заварила кофеек. Я хотела, кстати, попробовать, какой он заварной кофе, потому что я его никогда в жизни не пробовала. В Starbucks и во всех этих кофейнях, естественно, кофе я пробовала, но это обычный такой капучино, а вот заварной пробовала впервые. Я просто хотела заказать с тренд-йол, а потом подумала, что оттуда выгоднее заказывать большой объем, а большой объем заказать, а потом, например, мне не понравится, будет как-то не особо целесообразно, поэтому я решила сначала попробовать у них. Она приготовила со сливками, в принципе, неплохо, но мне больше нравится обычный. Или же, например, к чему я больше всего склоняюсь, мне кажется, нужно купить себе нормальную кофемашину. И тут, знаете, такая дилемма, здесь у нас в магазинах она стоит в два раза дороже, чем заказать, например, на тренд-йол, но просто на тренд-йол я не знаю, какую нужно брать, какая хорошая, в общем, не видела отзывов, поэтому, если вы заказывали с тренд-йол кофемашину, обязательно пишите в комментариях, какую именно вы брали, и, пожалуйста, киньте мне ссылку. Несмотря на то, что, можно сказать, мы соседи живем в одном дворе, но в последнее время я все реже и реже бываю у них. И, возможно, вы сразу подумали, вы, наверное, поссорились или что-то произошло. Нет, у нас замечательные отношения. Просто не знаю, почему, в последнее время я очень сильно сфокусирована на работе, на развитии своего азербайджанского канала. Там дела идут очень хорошо, и я стараюсь каждую минуту, каждую секунду уделить своему каналу. Естественно, и сюда пытаюсь публиковать вовремя контент. Пытаюсь по возможности всем отвечать на комментарии. Естественно, это у меня не особо получается, потому что комментариев много, но в любом случае это тоже время. Поэтому немного последнее время как бы отдалилось от всех, и, можно сказать, ни с кем не вижусь. Мне, кстати, написали после этого видео, что мыть у кого-то посуду нельзя, потому что ты оставляешь свою энергетику и все такое. Я думаю, что это касается только тех людей, которые непосредственно в это верят. Я ни в какие приметы не верю. Я считаю, что это в какой-то степени самовнушение, так что все окей. Сломанное зеркало нельзя смотреть, деньги нельзя вечером кому-то отдавать. Для меня это все не работает, для меня работает только визуализация. Уже который раз я убеждаюсь в том, что если ты что-то визуализируешь и мечтаешь об этом, фокусируешься на этом, и это у тебя получается. Просто посмотрите фильм «Секрет», и очень сильно у вас сознание поменяется все. А лучше вообще смотреть его в оригинале, в английском языке, если ваш English very good. Смотря какой фабрик, смотря сколько details, но вы поняли. Единственное, что меня очень сильно расстраивает за последнее время, на моем Boom канале вообще ужасный спад. Естественно, из-за того, что я не снимаю туда контент. Каждый день люди отписываются, потому что контента нет, и обижаться на них тоже не стоит. Просто чтобы создать контент для Boom канала, мне нужно минимум потратить 10-12 часов. Потом я вам говорила, что у меня болит рука, когда я постоянно долго рисую. И хотите верьте, хотите нет, я делаю по вдохновению, по зову сердца, если у меня нет настроения, я не буду только из-за денег снимать контент. В какой-то момент жизни я загорелась этим, и я прям очень часто выкладывала контент, старалась. Канал у меня развился, просмотры хорошие, и тут у меня получается такой спад. Я просто стараюсь туда не заходить, потому что каждый раз, когда я захожу, я очень сильно расстраиваюсь. И да, я не считаю, что я оставила свое дело на полпути, просто кто бы что ни говорил, блогинг — это дело творческое, и иногда вы можете наблюдать, что блогеры, которые набрали несколько миллионов подписчиков, в какой-то момент просто как Ивангай уходят в себя и перестают снимать. Я раньше очень любила и смотрела блогера, ее звали Анна Кузочка, она украинка, и она снимала очень крутой контент. Про свою жизнь, про свои отношения, очень личные вещи рассказывала. Я бы, например, постеснялась об этом говорить, но мне безумно интересно было ее смотреть. И вы просто представьте, человек, который с одной интеграцией зарабатывал столько же, сколько мы, например, зарабатываем за месяц, просто кидает все это. Просто в какой-то момент становится мастером маникюра, потому что у нее просто творческое выгорание. И такое бывает довольно часто, и таких людей не могут понять люди, которые просто не работали в творческой среде. А вот эта футболка не понравилась моему брату, я решила ее взять себе, как оверсайз футболку, буду носить, почему бы нет, мне очень нравится. Тем более она без никакого принта, смотрится классно, так что пропадать точно не будет. Но вообще, когда мы открыли посылку, всем что-то все не понравилось, а потом все в конце остались довольны, кстати. А еще у них дома есть две кошечки, точнее кот и кошка, и вот эта кошка просто меня ненавидит. Я не понимаю, почему, как только она чувствует мой запах, все, начинается. Причем обычно животные меня любят, а это просто меня ненавидит, как только чувствует мой запах, все. Сейчас вы, наверное, пишете, что она чувствует запах твиксика, но дело не только в этом, также она также относится к маме нашей невестки перуаны. Короче, очень круто мы провели время, поугарали. Мама просто вдоволь поиграла с семильчиком, это младший сыночек моего брата. Ну и мы вернулись домой, а точнее просто вышли из этого подъезда и зашли в соседний. Еще дома решила вам показать эту футболку. Очень она мне понравилась, взяли мы сетом. Сет, по-моему, стоил 13 долларов, что-то в районе этого. Еще также с Trendyol я себе решила заказать вот этот вот жакет. Я его купила за 30 монат, а сейчас он стоит 18 с доставкой. Это, девочки, был просто нокаут. Бренд называется Trendyol Mil, и мне очень нравится товар от этого бренда, потому что сто раз стираешь, ничего не происходит, не деформируется, и все просто супер. Самое главное, стоит не очень дорого, но в то же самое время сочетание качества-цена просто идеальное. Когда я ее померила, мне показалось, что она слишком маломерит. Я думаю, господи, M такой маленький, а потом обратила внимание, что оказывается это не M, а S. И честно, я обрадовалась, потому что я подумала, что это их ошибка, и в таких случаях обычно тебе возвращают деньги в полном объеме. Но, по крайней мере, у меня каждый раз так было, и, кстати, я забыла погладить, точнее, была неохота гладить. В общем, я такая уже собралась, думаю, как классно мне вернут деньги, и решила написать. И тут я обратила внимание, что, оказывается, я сама заказала маленький размер. Я реально не представляю, как это произошло, как я могла заказать маленький размер, если я хотела M, и хотела, чтобы она была так свободненько сидела на мне. Но случилось, как случилось. В принципе, смотрится неплохо, но я думаю, что если был бы на размерчик или на два больше, смотрелось бы лучше. Но носить, естественно, буду, и никто мне ничего не вернул деньги, понятное дело, потому что я сама заказала этот размер. Это, знаете, однажды у меня на Шейн такое было, я просто пересматриваю корзину и думаю, больно много у меня получается, а потом оказывается, что одно платье я заказала аж две штуки в одном и том же размере. Два абсолютно одинаковых платья, зачем они мне нужны, непонятно. Ну, в общем, произошло, как произошло, да ладно. Так, на всякий случай, если не забуду, ссылку оставлю. Если я забуду, обязательно пишите в комментариях, потому что такое частенько бывает. Я вам обещаю, что оставлю все ссылки, а потом забываю, как всегда. Чай, это, конечно, дело святое, несмотря на то, что где-то кружечек три чая мы попили там у брата, я решила дома тоже заварить классный чаёк. И, кстати, вот такой момент. Вчера я чистила телефон, мне приходится это делать время от времени, потому что у меня всего 256 гигабайт. И, в общем, я решила всё удалять, всё ненужное. И я обнаружила, что у меня есть кадры, которые не вошли ни один из влогов. Я не помню, в какой день я начала снимать, то ли я начала снимать, а потом решила этот влог не выкладывать. Хотя нет, наверное, я просто забыла про то, что я начала снимать для вас влог. И у меня была дилемма удалить эти кадры, но я решила их просто добавить в конец этого влога. Я не знаю, у меня постоянно такое отношение к моему труду. Например, я что-то сняла, мне очень тяжело это просто удалить. Даже если материал мне не нравится, он получился неполным. Снимала я его давно, всё равно мне хочется выложить. В этот день мы должны были увидеться с парнем. Я решила надеть вот этот топик и джинсы, которые я заказывала на тему. Прям угадала свой размер, длину. В общем, супер сидят. Это на следующий день. После того, как я сделала кератин на волосы, я вот никак не могла нарадоваться, что у меня такие аккуратные, красивые волосы. Прям постоянно смотрела, расчесывала их по сто раз. Ну вот, прошёл уже месяц. Я не использую даже шампуни, которые специальные для волос с кератином. Я их не сушу феном, как полагается, поэтому не думаю, что долгое время они у меня останутся. В таком состоянии. Просто дело в том, что я могу только пользоваться одним шампунем. Это Клэр. Если я меняю шампунь, у меня сразу начинается перхоть. Я уже про это очень много раз вам говорила, когда оставляла ссылки на Trendyol в своём инстаграме. Поэтому на запас я купила так много шампуней от Клэр. В салоне, в котором мне сделали процедуру, мне в подарок ещё положили шампунь, ли кератин, маску. И, в общем, я этим всем не пользуюсь. Но эффект, естественно, пушка, бомба, просто взрывчатка. Мне очень нравится. А сегодня мы должны пойти поужинать вместе. Так мы делаем достаточно часто. Очень часто видимся. Можно сказать, каждый день. Раньше для меня это было как-то дико. Зачем каждый день видеться? А сейчас мы как-то приучили друг друга к этому. Даже наоборот, когда мы не видим всё долго, это как-то становится даже странно. Под кофту я решила надеть вот эти серёжки. Вообще, в последнее время ношу только бижутерию. Сейчас у меня просто такой период. Я и покупаю, и ношу только бижутерию. В качестве сумки, пожалуй, возьмём вот эту. Мне она очень нравится. Она достаточно маленькая, но вместительная. Всё, что необходимо, помещается в эту малютку. Волосы распущены, но я беру с собой маленький крабик. Расчёску-трансформер с зеркалом. Бальзам для губ Диор. Он с ментоловым эффектом. И мне, кстати, это не очень нравится. Ну а так, обычный бальзам для губ. Просто я хочу добить его до конца, поэтому постоянно беру его с собой. Даже по ноготочкам вы можете определить, что эти кусочки я снимала очень давно. Потому что сейчас у меня розовые ногти. Я уже с розовыми ногтями хожу где-то 32 дня. Мой парень в комментариях увидел, что кто-то написал, сними дубайский шоколад. И он решил сделать мне сюрпрайз. И купить мне этот дубайский шоколад. И сразу взял в нескольких вариациях. А точнее в пяти. Возможно, вы пропустили, но на мукбанке тоже пару штук мы схомячили. И самый большой кусок я просто сняла рилс-видео для инстаграма. Я, если честно, думала, что это видео не особо залетит. Потому что дубайский шоколад популярен достаточно давно. И, на мой взгляд, уже почти всем надоел. Но, несмотря на это, это видео залетело, по-моему, на 120 тысяч. Учитывая, что у меня в инстаграме всего 30 тысяч подписчиков, я думаю, что это очень хороший результат. Но, чтобы с дубайским шоколадом не кататься по всему городу, я решила оставить его дома в холодильнике. И потом уже спуститься. И мы с ним вместе поедем ужинать. Кстати, у меня нету нормального зеркала в полный рост, чтобы я могла вам показать свой лук. Но у нас есть зеркало в лифте. Поэтому вот так вот выглядит мой лук. У меня брюки. Клёш. И в последнее время мне нравится клёш. Иногда бывает, мне даже скини хочется одеть. И что здесь такого? В общем, мы изначально планировали поужинать где-то в городе. Но дело в том, что он был после работы. Это был как раз час пик. То есть я живу не в центре города. И нам было просто неохота сидеть в пробках. Поэтому мы решили остановиться на заведении, которое находится недалеко от моего дома. Называется оно Дуаэ. У них также в центре города тоже есть филиалы. Но это достаточно маленький. Но я думаю, ничего страшного. Самое главное, чтобы было вкусно. Просто обычно на втором этаже бывает очень много детей. Они бегают, кричат. Поэтому немножко некомфортно. Поэтому мы сели на первом этаже. Здесь было не так много людей. Я вообще не очень люблю шумные заведения. Туда же относятся какие-то концерты. Я особо не посещаю. Например, мы сидим, кушаем. И мне обязательно, чтобы я могла услышать собеседника. И он тоже услышал меня. И нам не нужно было кричать. Мы взяли такой клап-сэндвич. Выглядел он, в принципе, неплохо. Был, ну, такой себе неплохой. У меня есть подруга, которая любит только лакшери рестораны. Я реально этого не понимаю. Вот каждый раз мы идем в этот лакшери ресторан. А для меня, знаете, самое главное, чтобы было вкусно. И неважно для меня, на каком стуле я сижу. То есть какие-то столовые, небольшие кафешки. Я это все настолько люблю. То есть изысканная кухня, это, наверное, не мое. Наверное, просто не дошла я до этого уровня. И просто, наверное, я не очень брезгливый человек. После того, как мы покушали, мы еще планировали немножко погулять. Но на улице было достаточно холодно. А я одета была очень легко. Поэтому пришлось сразу вернуться домой. Это, на самом деле, должна была быть очень эстетичная распаковка. Но как-то по-дурацки получилось. Поэтому забейте. И, в общем, вечером делать было нечего. Я вспомнила, что я заказала себе вот такой органайзер для тонального. Я вам уже говорила про то, что я всегда смешиваю тональный разных текстур в той пропорции, которая мне нужна. И на это уходит несколько минут моего времени. Я подумала, почему бы не заказать себе вот такой органайзер и смешать в той пропорции, в которой нужно мне. И положить уже в этот органайзер и уже использовать как полноценную тональную основу. Вот этот тональный от Maybelline, он невероятно крутой. Просто он очень темный для меня. Но, проще говоря, все тональные для меня темные. Поэтому давайте попробуем смешать. Тональный от Rimmel я решила разрезать, потому что он достаточно густой. И он прям белый. Выковырить просто все, что есть в этом тюбике и поместить в эту вот штуку. Кстати, сейчас я им пользуюсь. Очень даже удобно. Ловите лайфхак. Заказывала этот органайзер на тему. Но они есть абсолютно везде. Можете на Shane заказать. Возможно, и на Wildberries есть, если покопаться. Надо такой же заказать еще для моего крема от Pioderma. Потому что у него объем 500 мили. Он просто огромный. Это просто ведро. На этом уже все. Вынуждена с вами прощаться. Вам хочу сказать огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться. Потому что каждая подписка для меня реально очень много значит. Неважно, позитивно или негативно. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Всех люблю. Целую. С вами была Айка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok